Великая депрессия, любовь и тоска Леонардо Коэна. Миланхоличного канадца нет с нами уже почти три года. 21 сентября Леонардо Коэну исполнилось бы 85 и в этот день известия решили вспомнить, почему не самый оптимистичный поэт и певец ха-ха столетия остается любимый сегодня. Тайный аккорд. Управление М, как Элвис Пресли сделал Америку лучше за что король рок-н-ролла получил посмертно президентскую медаль свободы. Скорее всего, неполный список записанных и выпущенных в свет официально кавер-версии его песен занимает 49 листов, а 4 мелким шрифтом. Одну, халлелюя, вероятно, самую известную, настолько, что многим слушателям незнакомое имя автора, перепели более трехсот раз самые разные артисты, от культовых Джона Кейла и Руфу Сюэйн Райта. 3. Именно его версия звучит в Шреке, для многих в этом столетии ставшим отправной точкой для знакомства с Коэном. До народного любимца Джо Кокера и попсовой участницы британского телешоу «Х-фактор» Александры Берг, попала на первое место британского хит-парада в 2008 году и разошлась более чем в миллионе экземпляров. Среди поклонников Коэна еще при его жизни отметились Эльтон Джон, Тори Эймас, Бона из U2 и R.E.M. В полном составе, Ник Кейв, Дон Хэнли. Список, вероятно, тоже займет не одну страницу, даже если перечислять только знаменитости мирового масштаба. При этом у него самого никогда не было ни одного хита в строго техническом значении. Та же «Аллилуйя» в авторском исполнении впервые появилась в американском ТОП-50 лишь после смерти певца в ноябре 2016, спустя 32 года после выхода в свет и почти полвека после начала работы над песней. К4. Леонард Коэн. Конец 1970-х годов фото. По наехавшей, как американец Джо Дассин стал одним из символов Франции. И почему его так любили в СССР? Впрочем, Коэн мог бы так и остаться уважаемым на родине, но малоизвестным за ее пределами канадским поэтам и писателям. Много ли вы знаете канадских поэтов и писателей? Если бы несущая случайность. В 1966 году застенчивого 32-летнего автора нескольких книжек стихов и двух романов, «Любимая игра» и «Прекрасные неудачники», общая знакомая представила популярной американской фолк-певицы Джуди Коэнс. Коэн, живший тогда в купленном на первые литературные гонорары скромном домике на греческом острове Гидро, по стечению обстоятельств оказался в Нью-Йорке и спел в гостиной «Колинс» несколько своих песен. Одна из них – о девушке Сюзанне, которая полубезумна, но поэтому ты хочешь быть с ней рядом, а она дает тебе чай с апельсинами из далекого Китая, понравилась хозяйке до невозможности. Как рассказывал сам Коэн спустя три десятилетия, эта песня просто журналистика. Сюзанн Вердал жила в Монреале в доме у воды, она любила заваривать чай с апельсиновой цедрой, и, поскольку она была женой моего друга, я мог лишь мысленно касаться ее прекрасного тела, как и спел «Незаконченная музыка». Джон Линон в поисках истины «Почему рокер-миллионер отказался спонсировать троцкиста в Джуди» и записала «Сюзанн» и еще одну песню Коэна на своем следующем альбоме «In My Life», ставшем в 1967 году золотым. Как признавалась в своих мемуарах певица, я была тронута его певческим голосом, и его песнями, и всей его наружностью. Когда Леонард пел, я слушала, как завороженная. Мы быстро стали друзьями. Дружба вскоре переросла в отношения. Джуди уговаривала своего нового канадского друга попробовать спеть перед публикой, но Коэн отказывался страх сцены, к слову, ему удалось преодолеть лишь спустя десятилетия. Все же 30 апреля 1967 года он впервые вышел на большую сцену во время антивоенного концерта в Гринвич-Велидж. Он оборвал «Сюзанн» на втором куплете и сбежал за кулисы. Он выглядел, как провинившийся десятилетний мальчишка, улыбаясь своей неповторимой улыбкой, вспоминала Коэнс. «Прости, я не могу», сказал он мне. Из зала кричали, «Вернись, ты отличный! Мы любим тебя!» Леонард Коэн и Джуди Калинс на ежегодном вечере зала славы авторов песен, 2010 год фото «Гетти имиджез» Ларри Бузака «Песня незнакомца» «Гончая любви» Кейт Буш заставила шоу-бизнес жить иначе. Британская певица, привыкшая самоустанавливать правила собственно, эта история блина комом предвосхитила все будущие отношения Коэна с его публикой. Его любили до обожания, а он словно побаивался этой, слишком экспрессивной и экстравертной для него, любви. Десятилетиями он пытался спрятаться от мира на крошечном греческом острове после первой литературной славы, в буддистском монастыре после выпуска одного из самых известных своих альбомов «The Future» 1992, затеревшись среди знаменитостей в Калифорнии на исходе жизни. Депрессия, которую он транслировал в своих песнях, постепенно сменилась предчувствием апокалипсиса то ли личного, то ли всамоделишного, до полной гибели всерьез. Начав с мрачных пророчеств в заглавной песне «The Future», автор цитаты «Будет взломан древний западный код, твою частную жизнь внезапно разорвет, и будут призраки, и костры на дорогах, и белый человек станцует. Верните мне Берлинскую стену, верните Сталина и Святого Павла, верните Христа или верните Хиросиму. Уничтожьте еще один эмбрион детей, мы все равно не любим. Я видел будущее, брат это убийство. Леонард Коэн, 1985 год, фото на самом последнем своем альбоме, вышедшем за 19 дней до смерти Коэна осенью 2016 года, поэт говорил уже не с людьми, но с Богом. Азнавур в нашем сердце ушел из жизни великий Шансонье. Мало где, за исключением Франции, певец выступал так часто и с таким удовольствием, как в России. Автор цитаты. Если ты сдаешь карты, выпусти меня из игры. Если ты исцеляешь, я хром и разбит. Если слава тебе, то мне, должно быть, позор. Ты хочешь сделать темнее. И мы гасим пламя. Я иду, я здесь. Я готов, господи. Удивительным образом тексты Коэна находили отклик в сердцах, если не миллионов, похвастать невероятными тиражами альбомов ему никогда не было суждено, то сотен тысяч слушателей по всему миру многочисленные переводы, профессиональные и любительские, его песни на разные языки мира, от испанского и французского до финского и русского, тому свидетельствам. В его черной меланхолии, столь выделявшейся на фоне обычного эстрадного оптимизма, каждый находил и продолжает находить ноты и слова, резонирующие с собственным сердцем. Один британский журналист мрачно шутил, что альбом «Песни любви и ненависти» 1971 надо продавать в комплекте с опасной бритвой, чтобы уж наверняка. Другой критик, впрочем, был точнее, если вы думаете, что у вас есть проблемы, послушайте любую песню Коэна и убедитесь, что у вас мелкие неприятности. Но, наверное, главным для поклонников были все же не его эсхатологические прозрения, а бессменный предмет его размышления и обожания. Женщины. Любовь зовет тебя по имени. Остался только сон, что сгубила Евгения Осина. Москва прощается со своим певцом. Лучшие и самые известные песни его даже исполненные мистицизма «Аллилуи» всегда посвящены именно отношениям между мужчиной и женщиной. Парадоксальным образом он не очень любил жизнь, но с почти религиозным восторгом относился к тем, без кого продолжение ее невозможно. При этом Коэн никогда не был тривиальным лавилайсом, он относился к слабому полустаромодно-рыцарски и женщины отвечали ему взаимностью. Список его побед составленный, что характерно, не со слов самого Коэна, а, что называется, по материалам прессы, впечатляет, Нико, Дженнис Джаплин, Джанни Мичел, Джуди Каллинс, Ребекка Де Морни. И, разумеется, две женщины, без которых, наверное, не была бы возможна львиная доля его творчества. Первая Марьянна и Лен, которые посвящены песне «Птичка на проволоке», «Прощай», Марьянна и Эй, так не стоит прощаться. Они расстались еще в 1960-е, но скандинавская красавица оставалась его далекой музой долгие годы. Они продолжали переписываться до глубокой старости. Коэн пережил ее лишь на несколько месяцев, о болезни Марьянны он узнал от общего друга сама она ни разу не обмолвилась, что умирает от рака. Прощальное письмо, полученное ей за два дня до смерти, было с разрешения автора опубликовано и, пожалуй, заслуживает того, чтобы процитировать его полностью. Автор цитаты. Дорогая Марьянна, я лишь немного отстал от тебя, но стою достаточно близко, чтобы взять за руку. Леонард Коэн с дочерью Лоркой Коэн, 1990-е годы фото Getty Images slash Paul Harris и вторая Сьюзин Элрот, Сьюзина номер два, мать его двоих детей, Лорки и Адама, и гражданская жена в течение почти десятка лет. Ее наставил при расставании тот самый домик на Гидре, где они были счастливы и который давно стал чем-то вроде места паломничества для поклонников Коэна. Как вспоминал Элрот, они познакомились случайно на Манхэттене и он входил в лифт, я выходила. Он обернулся, и уже вскоре мы жили вместе. Это замечательная традиция Петербурга музыкант Максим Леонидов о своем выступлении на главном выпускном страны, советских композициях и автобиографическом мюзикле он любил широкие жесты. Журналистка Барбара Эмиел, бравшая в 1978 году поэт интервью, по иронии судьбы, поводом был выход альбома Death of a Lady's Man, Смерть бабника, и одноименной книги стихов, не без восхищения писала. Автор цитаты. В ресторане, где мы встречаемся, две девушки исполняют для обедающих санаты Моцарта. Коэн подзывает официанта, пожалуйста, отнесите барышням, которые играют музыку, две бутылки вашего лучшего вина. Да, и не говорите, от кого. Просто передайте им, что они очень красивы. Каждая бутылка стоила долларов 150, не меньше. Стоит заметить, что 300 долларов тогда были и вообще большими деньгами, и немалой суммой конкретно для Коэна, только что вернувшегося из Греции, где он потратил почти весь гонорар за альбом на адвокатов для попавшего в неприятности с полицией Сьюзен, уже покинувший его. Дело было не только в широких жестах, но и в необыкновенном обаянии, о котором говорят все, кто хоть раз встречался с Коэном. Он был безупречным деньде, даже в периоды безденежья. Приехав в 1960-м в Лондон, поэт смог снять лишь крохотную неотапливаемую комнатку, но немедленно купил плащ. Burberry, впоследствии увековеченный как знаменитый синий плащ в одноименной песне. Famous Blue Raincoat, к собственной характерной внешности Коэн относился с известной иронией. Не сказала, что предпочитаешь красивых мужчин, но для меня сделаешь исключение. Пел он в гостинице «Челси», номер 2, Chelsea Hotel, 2, еще одно из самых знаменитых и личных своих песен. Леонард Коэн, Лондон, 1974 год, фото, Getty Images, Michael Putland, автор цитаты «Я случайно встретила Леонарда в Лос-Анджелесе, и он пригласил меня на завтрак. Мы сели у бассейна, и он спросил, хочу ли я послушать песню, над которой он сейчас работает. Я, разумеется, согласилась, и он без бумажки начал декламировать текст, превосходно рифмованный, с безупречным метром, и так 8 минут. Я сидела, словно под гипнозом. Но краем глаза я заметила, как одна из девушек, загоравших у бассейна, шмыгнула за спину Леонарда и стала слушать. Потом другая, третья. К концу песни за спиной у Леонарда собралось не менее 9 девиц в бикене. Я проснула и рассказала ему, что произошло. Это всегда срабатывает именно так, невозмутимо ответил он, не оборачиваясь. Чтобы запомниться, надо себя уничтожить. Народный артист РФ Дмитрий Маляков о парадоксах современного искусства, эпатажных клипах и молчании коллег. Полевой командир Коэн. Выходец из зажиточной монреальской еврейской семьи, Коэн никогда не бедствовал всерьез, но и особенно богат, особенно по меркам шоу-бизнеса, тоже не был. На исходе седьмого десятка он узнал, что остался без сбережения и пенсионных накоплений его менеджер, бывшая любовница и, как он считал, друг Келли Линч более десятка лет методично воровала заработанное с его счетов, пропало около 10 миллионов долларов и найти их так и не удалось. Уличенное в краже мошенничестве Линч угрожало Коэну убийством, его самого, детей и внуков, и в конце концов отправилась на полтора года за решетку. Коэн, прокомментировал вердикт как истинный джентльмен-философ, мне неприятно видеть в наручниках женщину, которую я долго считал своим другом, но которая поставила свои недюжинные дарования на службу тьме, обману и мести. Молюсь, чтобы мисс Линч нашла утешение в мудрости религии, обратив свое сердце от ненависти к раскаянию, от гнева к доброте, чтобы как-то поправить финансы, в 2008 году Коэн решается возобновить концертную работу после 15-летнего перерыва. Видимо, старый поэт вдруг понял, что больше не боится сцены, да и мира, который, как говорил другой скрытный гений за два века до Коэна, ловил его, но не поймал. Вынужденное турни на старости лет обернулось внезапным всплеском интереса нового поколения, последние его три пластинки попали на первое место в канадских чартах и в топ-20 в США, впервые в жизни артиста. Леонард Коэн перед концертом в Берлине, 2008 год, фото, Global Look Press via Zoomer Press slash F84, он всегда был необычайно скромен и независлив редкость для артиста и литератора. По поводу вручения Нобелевской премии по литературе своему приятелю-сопернику Бабу Дилану он заметил лишь, что это как вручить Эвересту премию за высоту. Самого его несколько раз выдвигали на Нобеля, но безуспешно. Впрочем, в 2008 году он получил место в зале славы рок-н-ролла, спустя 20 лет после Дилана, да и других премий и наград, которые он, в отличие от неявившегося в Стокгольм Дилана, принимал с безупречной вежливостью, у Коэна хватало великий голос России, что подарил Родине и миру знаменитый певец Федор Шалепин. Настоящая любовь не составляет следов, спел когда-то Леонард Коэн. Но его собственная любовь, даже, как сказал бы Маяковский, любови оставили неизгладимый след в душах и сердцах всех, кто слышал хоть одну его песню, хотя бы и не понимая, о чем поет этот натреснутый баритон. Огромный, на 20 этажей, улыбающийся Коэн в безупречном костюме и шляпе Федорий смотрит на свой родной город со стены здания в Монреале. Маленький, чуть сгорбленный бронзовый Коэн вглядывается вдаль в тихом дворике в Вильнюсе, мать поэта, дочка унасского раввина, эмигрировала в Канаду из Литвы в 1927 году. Наверное, эти два образа по разные стороны Атлантики не до конца передают все грани удивительного поэта, певца и просто человека, но схватывают что-то важное в его образе. Остальное же в книгах стихов, романах, кстати, переведенных и на русский, и, конечно, 14 альбомах песен, остающихся с нами навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова